Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава книги Иисуса Новина, я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Мы говорили о том, что эта книга очень неудобна, ее вот хотели бы многие исключить из Библии. Мешают какие-то жуткие кровавые вещи, но смотрите, в самом начале книги несколько глав, которые еще далеки от описания, собственно, войны, да, но в них, тем не менее, присутствует рассказ о том, как израильтяне переходят через Иордан, и это описание не просто рассказ о переправе, это рассказ о том, в чем смысл этих событий. Вот четвертая глава заставит израильтян уже на западном берегу реки Иордан, сегодня, конечно, это слово используется в новостях про всякие конфликты между евреями и палестинцами, но во всяком случае, вот сейчас они перешли, они вошли в Ханаан, и что, и сразу кинулись в бой? Нет, абсолютно, потому что бой – это не главное. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу, отрядите двенадцать человек по одному от каждого племени. Опять у нас вот народ, понятно, что вся толпа не может участвовать, их там многие-многие тысячи, но от каждого племени именно солидарность, да, вот представители. И велите им взять отсюда со дна Иордана, с того места, где стоят священники, двенадцать камней. Напомню, что они перешли посуху, да, в предыдущей главе описано, как остановилось течение Иордана, вот нужно поднять камни со дна, унесите эти камни с собой и поставьте там, где вы будете сегодня ночевать. Иисус призвал к себе двенадцать человек, которых он выбрал из племен Израиля, по одному человеку от каждого племени, и приказал им. «Ступайте на середину Иордана, к ковчегу Господа, нашего Бога, и пусть каждый из вас унесет оттуда на своих плечах по камню, сколько камней, столько племен у Израиля. Эти камни будут для вас памятным знаком. В будущем, когда ваши сыновья спросят, что означают для вас эти камни, вы расскажете им, как остановились воды Иордана перед ковчегом договора с Господом. Понесли ковчег через Иордан, и воды остановились. Эти камни будут для Израиля вечным напоминанием». То есть, это событие не только для израильтян, это такой памятник, вот мы сегодня ставим памятники погибшим солдатам или великим деятелям, чтобы сохранить историю. Чтобы сказать, мы не просто родились вот откуда-то, из ниоткуда и уходим в никуда, а мы единый народ с единой историей, у нас есть какие-то славные страницы. Вот здесь то же самое, только эта славная страница, это то, что сделал Господь для народа. Не наши герои, наши там великие деятели науки, культуры, искусства, а Господь и памятник его действию. Самое главное, что будет в жизни Израиля. Хотя среди израильтян будет довольно много деятелей науки, культуры, искусства, да и воинов тоже некоторое количество. Израильтяне выполнили приказ Иисуса, взяли со дна Иордана двенадцать камней по числу племен Израиля, как Господь верил Иисусу, унесли эти камни с собой и поставили там, где заночевали. Иисус воздвиг над ней Иордана двенадцать камней, на которых стояли священники, не отшившие ковчег договора. Эти камни и по сей день там. Смотрите, как ведет войну в древнем мире любой нормальный царь, какой-нибудь ассирийский царь, они очень любили воевать, ассирийские цари захватывали народы, истребляли население, хвастались этим. Они воздвигали камни, стеллы, на которых было изображение, как они берут осады и город, или там, как они ведут пленных. Игорделивый текст, я царь такой-то, такой-то, таких-то земель, взял этот город, всех его жителей убил, все замечательно. Что происходит здесь? То есть, война еще не началась. Израильтяне тоже ставят стеллы, камни, но они не пишут на них, мы крутые израильтяне, всех победили, всех завоевали, всех убили. Они ставят только камень, не прикасаясь к нему своими вот какими-то резцами, прочими инструментами, чтобы запечатлеть свою победу. И победы еще нет. Камень, который говорит с нами Бог, это единственное, что значимо. Вот самый лучший памятник Богу, это просто камень. Удивительно, да? Священники, несущие ковчег, стояли на середине Иордана, пока не было исполнено все, что Господь через Иисуса повелел народу, все, что Моисей заповедовал Иисусу. Камни же надо взять еще, пока вода обратно не потекла. Народ быстро перешел на другой берег, а когда все перешли, священники с ковчегом Господа вновь двинулись вперед во главе народа. Племена Рувима и Гада и половина племени Моисея, я напомню, что эти племена получили свое надело на восточном берегу Иордана, и поэтому им, казалось бы, не нужно идти на войну, они уже свою землю имеют. Но их мужчины, оставив скот, детей, женщин на своей территории, пошли в едином боевом строю. Вот эти племена шли в боевом строю в первых рядах сынов Израилевых, как велела Моисей. И около сорока тысяч воинов шли пред Господом в Иерихонскую долину, готовые к бою. Иерихон – первый город, красна против него не переходят. В тот день Господь возвеличил Иисуса в глазах израильтян. С тех пор они чтили Иисуса так же, как чтили Моисея, пока тот был жив. Ну, понятно, что Моисей много чего сделал, чтобы его воспринимали всерьез, а Иисус на момент пока не сделал ничего, хотя он помощник Моисея. Вот все начинается с такого явного чуда, которое придает ему авторитет. Опять-таки, за что чтут народы своих вождей? Ну, за многое, за то, что они там добились выдающихся достижений, победу над врагами одержали, дали народу благоденствие, благосостояние, мудрые законы, да все что угодно. Что дало Иисус на вене? Ничего. На данный момент Господь ему дал все. То есть, эта книга про то, что израильтяне не думайте, что вы такие крутые, замечательные всего достигли, что у вас такие замечательные вожди, воины, поэты, художники, кто угодно. Не нужно никаких художников, не нужно ничего рисовать. Камень – лучший памятник. Вы еще не вышли даже на войну, не вступили в бой, но уже сооружаете памятник Богу. Единственное, что про вас важно знать, с вами Бог. Он вас ведет, он для вас действует. И ваш вождь – это просто наместник Бога. Не в том смысле, что он как Бог распоряжается всем, наместник Бога на земле. Это обычно такое представление о таком, знаете, человеке, который сам себя Богом считает. Нет, наместник – это тот, кто исполняет функцию. Он назначен, завтра будет смещен, если он плохо себя поведет. Он сам по себе ничего не представляет. Он просто проводник воли своего царя. Вот здесь, среди этого народа. Иисус новин – ровно это и есть. Господь сказал Иисусу, вели священникам, несущим ковчег завета, подняться на берег. Иисус велел священникам, поднимайтесь на берег. Как только священники, несшие ковчег договора с Господом, поднялись на берег, и их ноги ступили на сушу, воды Ордана вернулись и потекли, как прежде, затопляя берега. Ну, вот прекратилось это чудо, в нем не было больше необходимости. А и дальше такое, ну, краткое подведение итогов этой главы. В десятый день первого месяца израильтяне перешли Ордан и стали лагерем в Гилгале, к востоку от Иерихона, ну, значит, уже на западном берегу. В Гилгале Иисус воздвиг двенадцать камней, взятых с одной Ордана, только что мы это обсуждали. Он сказал израильтянам, в будущем, когда сыновья спросят у вас, что означают эти камни, «Вы расскажете им, как Израиль по суху перешел Ордан. Господь ваш Бог обратил эту реку в сушу, чтобы вы перешли ее. Так перед нами Он обратил в сушу море Сув, чтобы мы его перешли. Это свершилось, чтобы все народы земли знали, как сильна рука Господней, чтобы вы сами всегда боялись и чтили Господа вашего Бога». Ну, вот тоже понятный текст, для чего все это делается. И обратим внимание, что, во-первых, это память, которая передается, да, то есть, израильская история – это действительно священная история. В тот момент, когда она творится, она уже становится частью рассказов для будущих поколений, да. Вот в истории куча всего. Откройте вот новостной сайт какую-нибудь, газету возьмите. Я не знаю, в какой день, какого года вы будете эту газету читать. Сколько там всего будет через месяц? Вы вспомните об этих новостях? Возьмите старую газету прошлого года. Там что-то ценное для вас сегодня есть? Почти наверняка нет. А израильская история творится так. Это должно быть частью коллективной памяти. Это должно быть тем, о чем потомки будут потом рассказывать своим потомкам. Или это вообще не имеет смысла? Кто там у них был? Какие были поп-звезды, пока они шли через пустыню? Кто у них там на ком женился? Кто там о ком как сказал? Вот то, что заполняет нашу информационную сферу сегодня. Мы об этом ничего не знаем. Хотя что-то было наверняка. Вот в истории сохраняется главное. Умение вычленять это главное. Важная часть священной истории. Важная часть библейского повествования. Важная часть, мне кажется, жизни человека. И вторая вещь, на которую стоит обратить внимание, это еще и для окрестных народов. Это знак для них. Помните было дни Сураафа второй главы? Она присоединилась к Израилю. Хотя ее никто не приглашал. Вот сама так решила. У других народов есть возможность это сделать. Они уже получили известие. Она это сделала, в общем-то, от страха. Не потому, что она вдруг стала такой благочестивой поклонницей единого Бога. Нет. Она поняла, с этим народом единый Бог, он силен. Надо по этому поводу что-то срочно делать. Вот другие народы будут знать, что с этим народом единый Бог, он силен. Решат ли они по поводу этого что-то сделать? От них зависит. Решат ли они по поводу того, что с этим народом единый Бог, он силен.